Мы возвращаемся к теме о свободе, что такое свобода и что такое категорический императив, который является принципом построения любосякой нравственности с точки зрения Мануила Канта. На самом деле, да? Значит, обычно многократно замечалось, что термин «свобода» пытаются связывать с кучками бомеданового осла. В чем состоит этот мысленный эксперимент? Мысленный эксперимент состоит в том, что всегда наши любые поступки мотивированы предметом, которому они направлены. По-самому деле, очень хочется пить, я беру стаканчик пепсихолога и пью. В таком смысле можно сказать, что жажда управлять вновь и свободы нет никакой. Поэтому был придуман следующий эксперимент, когда стоит у вас осел, перед ним с одной стороны одинаковая кучка сена, и с другой стороны одинаковая кучка сена, и все они находятся примерно на одном и том же расстоянии. Точнее, не примерно, а точно на одном и том же расстоянии. И тогда полагается, что та точка, где стоит осел, является точкой абсолютной свободы. Это, безусловно, вот такой забавный эксперимент. Этот осел называется Багедановым. А сон-флота принимает содержательный выбор между двумя равными возможностями. Очевидно, что этот мысленный эксперимент выглядит в качестве чего-то, безусловно, фантастического. Потому что всегда одна копна больше другой. Всегда до одного стага сена на полшага ближе. Вот. Но, тем не менее, нам этот эксперимент важен потому, что от него можно отталкиваться и понимать, что такое свобода на самом деле. У Декарта, который был почти-почти ментальным современником Боридана, мы можем найти другой мысленный эксперимент, который состоит в том, что мы мысляем Когита. Именно. Перед нами есть некая вещь. Например, вот этот стол. Я могу сомневаться, существует ли он на самом деле, не является данной иллюзией, но несомненно то, что я его мыслю. Таким образом, стол для меня оказывается в состоянии некой достоверности, которая обустанчивается тем, что существую я, а значит и существует мысленный мой стол. Стол существует не потому, что он есть сам по себе, а потому, что я его мыслю. Это показывает совсем другой способ выбора. В самом деле, этот мысленный эксперимент, по всей видимости, я могу провести по отношению к любому столу, к любому предмету. И это оказывается моей своеобразной точкой формальной свободы. Формальная свобода состоит в том, что я либо могу удерживаться от суждений о бытии его, либо полностью впадать в это суждение о бытии, например, с опломбом и со всем возможным родом эмоциями, говорить, что стол, этот стол существует, он такой существующий, он такой плотный, он такой существующий стол. И я могу сомневаться о бытии, и в этом смысле обновлю себя как основание бытия стола. Это странный подход, но тем не менее он возможен. Мы видим здесь другое понимание свободы, не содержательное, как у Баритана, когда мы выбираем между одной кучкой сена и второй кучкой овса, а чисто формально, мы выбираем между двумя формальными состояниями. Состояние признания стола существующего самого по себе, существующего в качестве некой навязчивости и тотальности, и второе, признание того, что быть может, его нет, но несомненно то, что идея его мысли. Это формальный подход. Мы видим, что человек в этом смысле абсолютно свободен. А почему он абсолютно свободен? Да потому что эту операцию, аналогичную операцию Декарта, может применить по отношению к любому предмету и любому созданию другого. Это точно. Мы видим, что в странном способе различия вещи двух моментов, сущностей существования, то есть бытия и его определенности, человек оказывается свободен. То есть человек обнаруживает в его существовании некую достоверность, в которой он обнаруживает некую тотальность, достоверность, в которой есть достоверность когита. Вот это так. Если это действительно так, то мы видим принципиально иное представление о свободе, чем психоластическое представление о свободе. Человек абсолютно свободен, человек не может летать, человек не может жить до двухсот лет, но при всем при этом, то есть он ограничен ни чем-то внешне, но при всем этом он свободен, потому что он различает в любом внешнем событии факт бытия и факт его сущности. Отличие сущностей и существования, и возможности их различий. И есть некая свобода, которая только и отличает, по всей видимости, человека от животных. Хотя за животных я не уверен. Это вот такое представление. Тикар чуть позже нам говорит о том смысле, что свобода состоит в выборе между тем, чтобы выбирать, и тем, чтобы не выбирать. Это достаточно сложно понять, и очень хотелось бы попытаться перенести, я не могу с этим до конца справиться. его с такой чисто формальной точки зрения на какой-то содержательный. Но в самом деле, это действительно выбор, между тем, чтобы выбирать, и тем, чтобы не выбирать. Но можем ли мы сказать, что ситуацию не выбирать эквивалентно состоянию декартовского сомнения? Может? Не совсем понятно. С другой стороны, ясно, что во всем мире мы только делаем, что выбираем. Мы выбираем между психолой и кока-колой, между той или той и долгой женщиной, или что-либо еще. Мы вот это выбираем. Нет, то есть же выбор быть и иметь. Да. Что значит быть и быть и иметь? Ну, выбор можно кем-то быть, а можно что-то иметь. А что-то иметь в каком смысле? Ну, в том смысле, что бытие – это нечто, что не имеет определенности. Его можно только выбрать в смысле быть, а не в смысле того, что иметь можно как-то это бытие. Но можно иметь одну пучку овца или другую. Да, но это просто по-другому, конечно, то самое, что я пытаюсь сказать. Да, в том смысле, что ты выбираешь ситуацию быть и я, быть и я чистым кокета, с одной стороны. А с другой стороны, перед тобой стоит другая альтернатива, в той ситуации, в которой ты выбираешь между кучкой и овца. Быть может, и как-то можно понять так? Я не совсем уверен, я предлагаю это обсудить. Нет, просто вот конкретно вот этот выбор «быть» и «иметь» – он уже старый выбор, да? Вот «хром» там, бесконечно там обсасывает. Нет, не знаю ничего. Ну, вот смотри, можно… Что значит «иметь»? «Иметь» – это значит иметь нечто другое, не принадлежащее тебе. Можно иметь, так, не знаю, машину, иметь квартиру, да? То есть ты как бы присоединяешь к себе что-то иное. А «быть» – это означает самому изменяться. «Быть» – это значит расти, совершенствоваться, стать другим, быть одним, стать другим. Боюсь, что не так. Если это так, то это не так. Потому что он говорит о выборах между двумя определенностями. Нет, ну если ты, допустим, кем-то становишься? То есть это выбор между определенностями? Я думаю, что да. Между определенностями какими? Тем, каким ты станешь? Это тогда у вас «уриданов осел» выбирает между кучкой сена и с тем, чтобы поспать. Если это так. То же самое «уриданов осел». И просто ты, когда говоришь о «бытии», ты берешь «бытие» некого рода замороженное. Оно как бы унивремя и такое. Да, да. А я говорю про «бытие», которое понимается как развитие. То есть «бытие» можно понимать, не обязательно понимать его статично, можно понимать его динамически. То есть ты развиваешься, и твое «бытие», оно и есть «бытие» развивающееся. Потому что когда ты отталкиваешься от деката, то это только первый ход, первый шаг. Ты понимаешь, что «бытие» несводимо в сущности. Несводимо. Хорошо. А дальше-то что с ним делать? Почему нету дальнейших шагов? Почему так и за этот первый шаг так и остается единственным? А дальше шаг, дальше развивается этот шаг, потому что дальше есть, что мое «бытие», в отличие от «бытия» всех остальных предметов, оно является активным. То есть оно развивается. Ну, мне-то кажется, что если оно развивается, быть в каком смысле? Это означает, что опять-таки это оказывается в прямой определенности. Нет, ты послушай, в чем разница. Вот, например, Хайтингер, как начинает разговор? Он говорит о том, что «бытие» – это предметы, «бытие» – подручные вещи, и «бытие» – дозайн – это разное бытие. Да, конечно. Точно так же, когда у когета отыскивают «бытие», «бытие» воспринятое в качестве, например, стул. «Бытие стула» и «бытие когета» – это разное бытие. Да, конечно, конечно. Нет, ну надо же, значит, тогда различать два бытия. У тебя получается все слилось к некому бытию. Какому бытию? Нет, нет, нет. Я его различаю, я его различаю, у тебя есть некоторое бытие, первоначальное бытие стола, смысл бытия которого неопределен. Ты задаешь, что пусть его на самом деле нет, но оказывается, что я есть. И предметы в этом смысле существуют только потому, что я вымыслю. Я предоставлю ему вот такой смысл формальный. Предмет существует потому, что я вымыслю. Это то же самое, пусть его нет, но, несомненно, я вымыслю. Это понятно, но просто надо идти дальше. Вот есть бытие предмета, да? Неодушевленного. Есть бытие растений, есть бытие животного, есть бытие человека. Это разное бытие. Я хочу вот, что я вот так Декарта интерпретирую, потому что есть и другая интерпретация Декарта. Она состоит, что вечность у тебя является протяженным, а стол является протяженным. Настолько он существует вне меня. Я смотрю на стол и понимаю, что он существует. Непонятно, стол ли он на самом деле, но, несомненно, то, что он существует, это заключается в его пространственной плотности, это заключается в его протяженности. Но по отношению к нему, задав вопрос ему о бытии, я показываю, что оказывается тем самым, что я могу обнаружить себя, быть бытие которого будет принципиальным образом отлично стало. Это другая интерпретация Декарта. Я-то не с ней сейчас работал. Я работал именно с той попыткой, что... Нет, смотри, сам ход Декарта, он только отличает бытие от сущностей. Да. Ну и все. Ну не совсем, не совсем. А надо двигаться дальше к категории. Он еще показывает, он не только отмечает бытие от сущностей. Он порождает, порождает вот эта самая кокета, чисто я, и убеждается, что его бытие несомненно. Но его бытие, это не есть бытие, это вещи, правильно? Да, в каком-то смысле они есть. Но я могу удерживать бытие вещь, вещь существует потому, что я ее мысль. Хорошо. Дальше... Пусть ее нет. Можно двигаться дальше просто. Почему дальше это не продвинуться? Потому что бытие кокета и бытие вещи, это разное бытие. Можно и так. Можно и так. То есть бытие, как у Хадигера, бытие подручного и бытие дозаин, да, различаются. Или как у Сартра, допустим. Ну, у одного бытия... Сущность предшествует бытию, у одних вещей, да? И наоборот, что вот есть некоторое родное бытие, у которого бытие предшествует сущности. Да. Да. И кокета, безусловно, это такое сущие, у которого бытие предшествует сущности. Это да. Это безусловно так. Я хочу сказать, что здесь не обязательно вести разговор о подручности. Например, у нас же есть стол. И вести декартовские разговоры. И стол, например, существует потому, что... Да, смысл существования. Потому что он пространственный. То есть я уже в столе, быть может, различаю сущность существования тем образом, сколько я различаю пространственную форму предмета от, собственно, от определенности стола. Ведь пространственность таким образом, это у нас ни в коем случае не является таким же свойством, как, например, его коричневость, его тяжесть, его плоскость, как ни странно, да? А пространственность состоит в том, что состоит в том, что пространственность выражения предметности предмета. Вечности вещи. Вот в этом пространстве. Она пространственная, в этом смысле, она является предметом, с одной стороны. А с другой стороны, она обладает кучей свойств. Ну, например, коричневым цветом или деятельностью, или чем-либо еще. Вот так. Так все-таки, почему ты не пойдешь дальше и не попытаешься различить, найти различия существенно между разными видами бытия? Бытие вещи, бытие... Так я и нахожу, но ничего. Бытие человека. Бытие человека связано со свободой, действительно, а бытие вещи нет. Понимаешь, и как бы бытие человека... Скажи, я полагаю, что свобода возникает, как можно говорить, о свободе именно в тот момент, когда мы убеждаемся, что наше бытие не есть бытие вещи. Точнее, что мы обнаружили в себе некую самость, то самое декартовское когито. И мы это развлечение свободно можем провести. Раз мы можем провести это развлечение, а быть может, значит у нас и мы можем говорить о свободе. Правильно, тогда человеческое бытие, если оно свободно, то надо говорить об этом бытии, о чем-то активном. То есть, или как о бытии, которое имеет экзистенциалу, то есть опять же активно. То есть, как-то себя в мир проецирует, и в этом мире как-то себя располагает. То есть, которое в мире имеет заботу, то есть, не начиная активно. Это особого вида бытия, если оно свободное бытие, отличное от бытия предмета, то оно... А почему? Что значит бытие свободное, а что есть бытие несвободное? Бытие вещи. Обычно это... Не бытие свободное, неправильно говорить. Бытие связано со свободой. Одно бытие вещи не связано со свободой, а бытие человека связано со свободой. Нам важно само понятие свободы, что свобода и... Ну ты сам, на самом деле, заход сделал со стороны бытия. Я пытаюсь как бы понять теперь, что это значит, что бытие связано со свободой. Человеческое бытие, особое бытие, дазайн, которое связано со свободой, которое определяется заботой, распределяется каким-то саморасположением в мире. Это уже интерпретация. Нет, это не интерпретация другая. Во всех этих мыслях просвещивает только одно, что вот это вот наше бытие, человеческое бытие, оно и присутствие, оно имеет активность. Здесь надо пытаться, я-то очень не хочу в эту сторону идти. Почему? Потому что я не хочу говорить о определенности когита. Ни в коем случае. Нет, когда говорится про эксенциалы, разве это определенности? Когита, да, конечно. Разве нет? То есть это не когита получается? Нет, смотри, если мы сравниваем два бытия, то чтобы сравнить эти два бытия, мы должны какие-то понятия вести. Ведь, смотри, если Хадигера правильно понимать, то у него, безусловно, в чем его, хотя он, может быть, и декан здесь, наверное, в этом смысле, на него похож. В том, в чем смысле бытие? Нет, это бытие, это такое сущие, о бытие, о котором речь идет в самом сущем. То есть это очень похоже на антологическое оказание бытия Божьего. Сущего, в сущности которого, заключена идея существования. То есть это сущие, то есть сущность. То есть она имеет сущность. На самом деле здесь никакая другая мысль не высказывается, кроме того, что это особого рода сущие, особого рода, в отличие от вещей. Я в данный момент, хотя, может быть, вполне и напрасно, я-то как раз не хочу говорить о сущности Кобита. Просто если мы сравниваем два бытия, то мы неизбежно должны его сравнить на каком-то поле. Естественно, возникнут какие-то содержательные характеристики. Так уж устроено мышление. То есть мышление для сравнения вынуждено приводить к некому единому основанию, на этом основании показывать различия. Если есть бытие вещи, есть бытие человека. И это бытие, два бытия разных, то мы должны показать, в чём их различия. А показать мы можем только содержательно. Да. А если ты отказываешься от содержательного разговора, тогда у тебя бытие вещи, бытие человека, одно и то же бытие. Если она пересечена. Да, вещь существует, потому что я и мыслях. Но с другой стороны, именно того, что... То есть, ну смотри, не хочешь назвать это эпохой, конечно. Просто ты никогда к свободе не перейдёшь, понимаешь? Потому что если бытие вещи, бытие человека, одно и то же бытие, то свободы здесь не может быть. Именно потому что у тебя есть некоторая ситуация, некая интуиция бытия. И ты по отношению к этой бытии, к этой интуиции бытия задаёшься вопросом, а может ли... А в чём смысл бытия вещи? А смысл бытия вещи, например, в том, что я и её мысль. В этом смысле я обнаружил у себя как нечто, что может задать вопрос вещи по поводу её бытия. Да? Я же задаю... Я не о собственном бытие вопрос создаю. Ты можешь задать ей вопрос, а в чём моё бытие отличие? Я же тоже... Человек тоже... Да, но ты всегда... В начальном сбросе тоже некое... Ты его тогда будешь... Человека ты возместишь как тело, как вещь... Правильно, но мы же восходим. Мы располагаемся среди вещей, как некого рода, тоже вещь. Да. Мы понимаем, что мы как вещь, на самом деле, иная вещь, другая, особая. Я этого перехода не вижу. Достаточно одной вещи какой-нибудь. Знаете, я могу сказать, что проблемы ещё более сложнее, на самом деле. Станта осталась пива. Ты даже до неё не дошёл, ещё более сложная проблема. Проблема состоит в том, что кроме вещей есть ещё животные и растения. И они тоже не сводимы к вещам. Они не являются вещами. Понимаешь, то есть на самом деле, если категоризировать наше бытие, то бытие есть вещей, бытие растений, бытие животных, бытие людей. С моей точки зрения, можно сомневаться бытие булав, сидящего напротив меня. Всё равно, что сомневаться бытие стола. Правильно, потому что ты меня в своём рассмотрении редуцировал к столу. А есть другая проблема интерсубъективности, когда ты должен удержать меня, как другое гогит или дозайн. Это другая проблема, это проблема интерсубъективности. Можно меня взять, на самом деле, не как стол, а как человека. Это не проблема. Но сегодня побыть столом, пожалуйста, ладно? Нет, просто тогда никакой проблемой свободы ты туда не взойдёшь. Если ты будешь осуждать на примитивном уровне Декарта, то никакой проблематики ты здесь обнаружить не сможешь. Ты сможешь только свободу присоединить извне. То есть говорил-говорил, а потом сказал, а вот здесь где-то есть свобода, и всё. Почему где-то? Вот прямо она здесь. Но в самом деле, если ты можешь задаться этим вопросом, то ты знаешь, что это в смысле и формальной свободы. Разве нет? Разве нет? Разве ты можешь поставить вопрос о Деке, то ты формально свободен. Разве не так? Нет, это один, это такой разговор тоже есть. Но ты должен взойти к пониманию, что такое свобода. А свобода состоит в том, что мы в бытие активны. Быть может. Вот это вот активность, надо понять, что это такое активность. Ты как бы усматриваешь со стороны, что мы формально свободны, раз различаем бытие и существование. Хорошо, никто об этом не спорит. Но это некое следствие, некое первоначальное, другое существо, состоящее в том, что мы активны, в отличие от вещей. То есть у нас есть понятие содержательной свободы? И животные активны, и растения активны. И для того, чтобы он дальше двигаться надо. Содержательность свободы, хорошо выраженная в этом своеобразном масле Буридана, да? С одной стороны. С другой стороны, у нас формальное понимание свободы, которое в самом простом своем варианте можно понять из процедуры воглашения Декарта. Да, ну а свобода как активность у тебя вообще не присутствует никак. Может быть, да, может быть, не активность. Второй вопрос, вот когда мы это дело различили, а я ничем другим не занялся, кроме как попытался. Я не скажу, что у меня этот результат поскольку это самого удовлетворяет, поскольку он достаточно премиальный. Ну, тут есть такой. Вот если содержательная свобода, а если вот некая формальная. Второй вопрос, о котором мы вопрос затрагивали, о нем надо поговорить, это вопрос о совести, нравственности, то есть ее формальном определении. Очень интересно, очень важно видеть, что он выступает не в качестве запретов, то есть не в качестве законов. Ну, например, закон говорит нам, нельзя бросать окурки на мостовую, нельзя убивать людей. В общем, два закона абсолютно однозначные, очень трудно исполняемых, проще окурки на мостовую не бросать, чем не убивать других людей и так далее. Вот такой закон есть. Это закон. Принцип нравственности, если его единственная вещь, то есть единственная формулировка, не очень удовлетворительная, она состоит в категорическом прятке Канта, который состоял, что в отношении к другим людям надо поступать таким образом, как хотели, чтобы они поступали к тебе. Это не очень удовлетворительно, но нам не то суть важна, нам важно здесь другое. Важно, что он выступает в качестве некоторого принципа. Проблема Канта, что он этот принцип сформулировал и дал ему явно информацию. То есть это есть некий принцип, который в всякой новой ситуации выполняется его проекция на новую реальность, на новую деятельность. Нельзя убивать другого человека. Убивать не убивать другого человека. Нельзя. Потому что тебе не хотелось, чтобы в такой ситуации тебя тоже убил. Нельзя бросать окурки на мостовую. Потому что нехорошо. Стоишь на мостовую, а тебя коврик вылетел. И так далее. Но здесь важно другое, что принцип нравственности или принцип морали выступает в качестве именно некоторого принципа, то есть некого функционала над множественными событиями. Это очень забавно. Забавно здесь и другое, что этот принцип, понятно, что этот принцип по отношению к разных людях будет действовать совершенно другим образом. Ну, например, шкаляр говорит, я человек нравственный, я никогда не буду заставлять другого человека учиться. Почему? Потому что не хочу, чтобы он меня заставил учиться. Ни в коем случае. А другой человек, учеба, это величайшее счастье, давай-ка я заставлю тебя учиться, потому что я бы в этой ситуации хотел бы вместо меня тоже заставить учиться. Ясно, что он не вступает в форме закона. То есть он не всегда не распространяется на всевозможном роде реальности. Он именно, но, это понятно, да? То есть, получается, что в форме закона, а закон это речи-то универсальное, нельзя убивать людей, всегда нельзя убивать людей. Но принцип расстанется, в принципе, мраль говорит, что иногда можно, и даже очень нужно. Это вот так. То есть он вот в этой форме выступает. Но еще хочу, что в отличие от Ханта, которого он вспомнил в его явном виде, он, безусловно, образом не похоже, что формулируется в явном виде. Он нигде не виден, он не очевиден. Причем? Кто? Принцип расстанности. Ты тогда просто различаешь, что есть принцип морали, да, или какой-то... Да, категорический императив, есть категорический мотив, и есть некий, действительно, принцип расстанности, который непонятно, как работает, но... лучше говорить принцип добра. И даже не принцип, только не принцип. Потому что все принципы, они одинаковые. Лучше говорить принцип какой-то, и я вот, как раз, предлагаю термин этика добра. Ну, не знаю. Отличать принцип. Потому что любой принцип, на самом деле, сводит с принципом нравственности. Ну, я бы назвал его принцип нравственности. Почему? Почему я сейчас это говорю? А говорю, потому что, когда мы чего-то там, допустим, мы знаем, это очень хорошо, из фикта, из его простейшего эксперимента, что существует, так называемый принцип построения. Ну, он действительно поставил простейший мысленный эксперимент, он состоит в том, чтобы, когда мы воображаем треугольник, мы его вложим момент и строим. Берем мысли от одного угла проводим к другому. Пятиугольник точно так же воображаем. Мы точно так же берем и его проводим. Что мы здесь видим? Мы видим, что у вас, притом, что очень важно, мы этот принцип построения треугольника не можем помыслить как таковым. Как он как таковым существует? К ангелористу можно в качестве категорического императива. А здесь мы этот принцип построения треугольника помыслить как таковым не можем. То есть не можем сформулировать? Не можем сформулировать, да. А можем всякие расстроить треугольник. Можем иногда убивать, можем иногда не убивать. Можем делать то, можем делать не то. Это в очередной раз показывает вам, что не только из-за того, что поле значения его носит бесконечное значение, и откуда идет безумное распределение законов. Да потому что всякий раз появляется новая предметная область, и мы для него пытаемся придумать новые законы. Это было бы точно так же, если у нас есть закон о умножении, и вдруг мы столкнулись со страшной задачей, например, как 56 умножить на 57, и издаем закон. А иногда из влияния каких-то отвода глуп, как пишут, в условиях приближенных к боевым число пи должно приниматься равным четырем. Ну вот примерно так, так и устроено закон. То есть мы не можем по поводу, а у тебя есть некий принцип, который в явной форме не дам, но который действует во всех наших попытках. И более того, утверждаю, что принцип о нравственности вот этому, любой из нас имеет некое изначальное, то есть как-то мы учимся или не учимся, изначальный доступ. В этом смысле сказать, что мы, нельзя сказать, что мы живем в добре, но в любой момент мы различаем добро и зло. Мы живем там непонятно как, потому что у нас собственное настроение, но в любой момент мы понимаем, как в данном случае этот принцип нравственности должен осуществляться. И когда мы поступаем недолжным образом, воруем просто так, убиваем просто так, и ради какой-то высшей стрелы, мы в любой момент понимаем, что мы поступаем недолжным. Хочу заметить, что если взять в качестве этого примера единственно доступный нам образец, то есть категорический империатив Канта, который звучит таким образом, что поступать другим так, а хотеть поступать они к тебе. Там всегда задается вопрос, а кто это другие, кто такие люди. Ну, например, для большего часа чеченца человеком является только другой чеченец. Для цыгана другого можно обманывать, своего быть может и нельзя, потому что для него человеком является только другой цыган. Точно так же, безусловно, у профессиональных преступников, у них тоже существует социальностный принцип, воплощенный в понятиях так называемых. Кстати, они здесь гораздо лучше нас, потому что у них эти понятия нигде явно образы не прописаны. Меня и всех они знают. Но просто человеком у них является только другой преступник. И для них мент не является человеком, по отношению к которому их кодекс чести хоть каким-то образом распространен. Так же им не является другой лох. Он тоже не является распространенным. Ну, я хочу заметить, но тем не менее, всегда в любой момент, мы об этом принце на стране нравственности имеем некие доступы, имеем некое представление. И важно, что в обоих своих моментах этот принцип прямо противостоит законнической, юридической точки зрения на них. Он состоит потому, что поле обозначения неопределенное, бесконечно большое, а юристы пытаются описать все. И он, подобно как принцип построения трудовольника, в явной форме никогда не дается нам, не дан. А в то время как что-то юристы пытаются формы законов изобразить и даже записать на бумаге. Быть может, лучшей формой в этом смысле, с точки зрения, если считать, что законы хоть как-то вопрощают прицеп нравственности в самом себе, некий такой вот закон абсолютно, то всякий раз не придумывать новые законы, а по поводу того, 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 то забирать в суд присяжных. 12 человек, выбранных про жребия, и которые будут тебе как-то, сообразуясь своим и инстинктивным пониманием должного и недолжного, давать правильный ответ. Тебе не надо много томов, тебе нужна армия профессиональных юристов. И мне кажется, это наиболее странно. Не, ну суд присяжных, он потому и создан, что юристы действуют согласно закону, а суд присяжных действует согласно совести. И часто бывает, что совесть и законы, они друг другу противоречат. С точки зрения закона надо поступить определенным образом, а с позиции совести это не так. Видишь, современный суд присяжных, к сожалению, не так он выглядит. Он выглядит, что присяжные... Я говорю в смысле идеи. Нет, присяжные говорят только одно, он виновен, не виновен. А дальше юристы делают все остальное. Ну, так вот и виновен, не виновен, это и есть по совести. И вот по загадочному, Север Тайф считает, что Россия работает плохо. Очень. А какое отношение принцип нравственности имеет свободы? Как они связаны? Понятное дело, что имеет. А как связаны? Кто та самая твоя свобода, понятая... Я не знаю. Я вижу, что принцип нравственности таким образом есть разновидность формы для себя бытия. Да? Я вижу. Я вижу. Но ты говоришь, что каждый раз принцип нравственности, каждая конкретная ситуация осуществляется. Значит, он конкретен? Да. Исключительно. Но он неформальный, значит? Значит, он содержательный? Да, он содержательный, да. Содержательный. А ты говорил про формальности. Да, поэтому здесь даже для себя бытия, для себя формы. Ну, мне интересует только момент для себя. Вот я же говорю, что я перейти от Декарта здесь не могу. Но, безусловно, у Декарта есть, быть может, подобное различие, которое у нас состоит, что в себе бытие отличимо, и, возможно, отличимо для себя бытия. Вот Декарта там будет. И, безусловно, конкретная нравственность имеет отношение для себя. Вот так они связаны. Вот если бы брать мою попытку введения бытия человеческого как некой активности, тогда, понятное дело, что активность, она всегда сталкивается с некоторыми ситуациями, и она должна их решать. То есть невозможна активность просто так абстрактная, да, активность всегда конкретная, и она всегда должна в каждой конкретной ситуации проявлять себя конкретно. И в этом сразу вырастает, да, вот связь метафизики и этики, да, вот метафизика говорит о том, что наше бытие есть в принципе изначально активное бытие, да, бытие заботы, там, бытие встроенности некоторых в мир, да, в конкретный мир, да, который охвачен этим миром, с одной стороны. А с другой стороны, что мы не просто в этом мире находимся как бы абстрактно, а на самом деле мы вынуждены каждый раз активно, конкретно здесь что-то делать. Ну да, но... Мы как бы, можно было так сказать словами Хадиггера, опять же, что мы несем ответственность за свое бытие. Ну, несем. Вот наше бытие, оно бытие активности. И каждый раз, когда мы действуем или бездействуем, в каждом из этой ситуаций возникает ответственность за то, почему мы действуем и бездействуем. Не так получается, что вот есть некоторого рода закон, и закон говорит, не убей, и я как бы не убиваю, просто на кровати лежу, сплю, как бы и выполняю закон, да. Не так. А так, на самом деле, что даже если я лежу и сплю, я отвечаю за свое бытие, или если я как бы могу действовать, но не действую, и опять же отвечаю за свое бытие. То есть, если человеку можно низвести, как ты пытался меня низвести, то вещь. И тем самым ты будешь убрать меня и человека. Ну, ты пытался, но я низвел. Да, в модусе неподлинном. То, что я-то не вещь. Я претендую на то, что я не вещь, да. Это неподлинный модус взятия меня. А правильный модус взятия меня, как человека. Если дозайн берет другое в присутствии как человека, то есть, если человек рассматривает другого как человека, то и возникает отношение, да, двух людей. Это и есть отношение этики. Отношение нравственности. То есть, нравственность возникает только тогда, когда одно дозайн признает за другим такую же свободу, как и у себя, как и за собой. Когда оно признает за другим такое же бытие, как и свое бытие. То есть, когда я активное бытие, и я признаю, что и другое тоже равносильно так же активное. Вот ты говоришь про принцип, про золотое правило. Поступать так, по отношению к другим, как ты хотел бы, чтобы он поступал по отношению к тебе. Так вот, симметрия-то откуда берется? А из-за того, на самом деле, что тот сам другой такой же, как я. И что, если я признаю его таким же, как я, то тогда возникает эта симметрия. А если я его не признаю, считая, допустим, орудием, рабом, скотом, там, вещью, то все, этика сразу пропадает, никакой этики нет. Потому что этика возможна только как симметричное отношение, в котором два выступают, как одинаковые, как равные суверенно. Еще? Мне кажется, как там правильно говорили, там, если этика, самодействие, принцип этики, а может, это как раз и есть определение свободы, что я желаю то, что другому, что было со мной. Ну, конечно, и в этом смысле нет. Это принцип симметрии, понимаете? Если вас поселит на необитаемом острове, вы точно так же будете свободны, но там не будет никаких других людей, с которыми вы будете в симметричных отношениях, как говорится. Необитаемый остров, вы один, делайте, что хотите, ваш произвол никак не ограничен. И поэтому этот принцип не является принципом свободы. Это является принципом ограничения свободы. Если я действую, исходя из другого, и свою свободу ограничиваю в соответствии с этим. Что этот принцип означает? Что я не произволен в своих действиях, я должен считаться с другим, потому что другой точно такой же, как я. Возникает симметрия двух свобод, которые отражаются друг к другу. Я ограничен у себя, чтобы он ограничен в себя. Я действую в соответствии с тем, как хотел, потому что они ко мне действовали. Это как что значит? Я ограничиваю себя, я не убиваю, чтобы он меня не убил. Я не ворую, чтобы он не воровал. И так далее. Так это ограничение что, не является определением свободы? Но есть свобода изначально. Вот и есть простое определение свободы. Произвол. Делай, что хочешь. Все, что хочешь, делай. Это произвол. Этот произвол существует, например, на необитаемом острове. Вы живете один, нет других людей. Никакой этики нет, если человек один. Этики нет. Никакого принципа этики нет, ненравственности нет, ничего нет. Человек один и все. Живет на необитаемом острове. Что хочет, делай. Что хочет, делай. Но мы сейчас не говорим о религиозном человеке, потому что у него есть Бог, и там два сразу возникает. И поэтому, вот если просто человек, да, вот он один на острове, он может делать все, что угодно, все, что сбредит. Потому что он не ограничивает ничью свободы. Он не может никого не убить. Он просто автоматом не убивает, не ворует, не прелюбодействует. Просто автоматом все это выполняется. Все вот, в совокупности, всякого рода правил, которые мы знаем, да, там, законов этики. Так вот, возникает этика только тогда, когда вдруг раз на парашютист на остров, это спрыгнул какой-то другой человек, такой же, как он. И тогда два человека должны свои свободы задействовать. Я здесь согласен. Этика – это правила по поведению по отношению к парашютистам. Нет, но, нет, вот на самом деле, если быть точным, надо было бы сначала говорить о том, что один человек может другого поработить. Потому что вот в борьбе двух самосознанников уделили, да, одно самосознание может стать господином, а другое может стать рабом. И тогда тот, кто раб, он неравный господину. И тогда получается, что этика тоже становится неравной. И нет вот этого золотого правила. Потому что господин действует в отношении раба, точно так же, как в отношении вещи. Ну, или вот так, как в отношении скота. Здесь этики, опять же, нет. А свобода есть. Подождите, потому что точно так же, как у нас нет этики по отношению к собаке. Да, мы можем собаку убить, и как бы в этом этики нет. Человек может себе этику такую взять, не убивать собаку. Ну, это его личная этика. Ну, как бы вот общепринятой этики, да, по отношению к собакам, кота, нет. Можешь убивать, так, все что угодно. В конце концов, мы мясо едим, да, вот, пожалуйста, мы... Наша цивилизация базируется на уменьшлении животных, да, как бы, ради, как бы, прокорма. То есть, в этом этики нет. Но, это, если, как бы, это господин воспринимает как раба, как такого же равного себе, как человека, как равного суверенна, то тогда он перестает быть рабом. И два вступают в взаимоотношения, и должны друг к друге отразиться, должны вступить в некие симметричные отношения. Тогда возникает золотой правиль. И вот, есть рабство, а есть уже, как бы, два суверена, два господина, или, там, два раба, неважно, два равных, которые вступили в некое взаимоотношение, должны соотнестись. Тогда возникает золотое правило. Тогда возникает вся структура этики. То есть, на самом деле, этика к свободе имеет интересное отношение. Не сразу возникает этик, чем к свободе, но этик возникает не сразу. Этик возникает только во взаимоотношении двух свобод. Вот. Если свобода одна, этих еще нет. Так вот меня заинтересовало, Голь, заговорили о свободе, что если свободу разрабатывали там, значит, Декар, то есть это давно. Я сел Гридана, да. Декар-то я Гридана просил разрабатывать. Ну да, то есть, ну, понятие водились там или разрабатывались, да. А в чем тогда суть была движения либерализма? Это в каком? Восемнадцатом веке, да? Я не знаю. Но они по-своему двигались. Я не знаю. Вполне возможно, у них не было разработанной философской платформы. Но существует же современный российский либерализм, хоть сколько-то разработанной философской платформы. Ну, понимаешь, это как бы политические всякого рода обстоятельства, да? Хотя было бы интересно, может, и среди них были люди, которые об этом хорошо всегда задумывались. Я бы ничего не знал. Я просто спросил, что учение либерализма, оно же, вот оно когда? Недавно родилось, да? Вот, или, по крайней мере, так это, там, говорят. То есть, ну, не всяко, не две тысячи лет, как мы там сейчас вспомним. Да, да, потому что учение либерализма, насколько я себе представляю, оно возникло в противоположность некой тотальному роли государства, когда оно обморничивает все эти люди. ВОСТОЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...